Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы сегодня с вами встречаемся в необычном формате. Если раньше я делился с вами своими мыслями вслух, то сегодня мы постараемся узнать мысли вслух наших гостей, которые неожиданно в Архангельске у нас появились. Знакомьтесь, хотя, наверное, не знакомьтесь, а узнавайте, это люди, которых вы частенько видите на экране. Вера Житницкая и Константин Соколов. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который хочется задать, как стать актером? Вот я очень давно задаю этот вопрос. Я Говорухину задавал, я Михалкову задавал, но до сих пор не получил внятного ответа. Как стать актером? Ответ, по-моему, один. Нужно захотеть. Да, но вообще вопрос такой сложный. Нельзя ответить на него однозначно. Актером стать с одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Актером нужно родиться. Я родился, и я знал, что я буду актером еще в школьные годы. Как бывает. То есть, если ты в школьные годы не понял, что ты актер, значит, все, актером стать нельзя. Не факт, не исключено. До какого возраста можно стать актером? Вы знаете, по-моему, до сорока. Даже, по-моему, больше, потому что у нас есть примеры гениальных, шикарнейших советских актеров, которые известными, и не только известными, в принципе, в эту профессию приходили даже после сорока лет. Как художник нельзя сказать, что если ты до 15 лет ничего не написал, не нарисовал, значит, ты не художник. Это может родиться в 50 лет. Так же и актером можно стать в любом возрасте. Просто есть такой нюанс. Актерами, вот как говорят, актерами не становятся, ими рождаются. Не могу согласиться и не могу не согласиться. Вопрос в том, что актерская профессия, это все-таки профессия, которая не учат. Актеров воспитывают. Это отчасти воспитание. Театральное воспитание, я имею в виду. Можно стать звездой, актером за деньги. А что в вашем понятии звезда? Известность, признание, автограмм. Вот известность, признание и автограмм, что за деньги, наверное, можно. В наше время это называется медийность. То есть медийным актером за деньги можно стать. Наверное, можно. Сколько это стоит? Я не знаю. Что за провокации? Ну, это не провокация. Я не могу сказать, можно стать медийным актером за деньги или нельзя, потому как я сам медийным актером не являюсь. И денег у меня нет. И, собственно, этот вопрос я для себя не поднимал. Деньги актеров портят? Их денег у актеров нет. Поэтому и портить нечем. И портить нечем, да. Хорошо. Актер должен быть голодным. Слегка голодным. Слегка голодным. Да бывает, что и не слегка. Все зависит от того, какую роль играешь. Да дело не в актере, не актере. Дело в человеке. В первую очередь нужно оставаться человеком. Но если человека можно испортить деньгами, значит, он будет испорчен. Хорошо. У вас уже сериал вышел на Первом канале. Это уже известность. Вы уже звездной болезнью поболели? Я-то нет. Это как, температура 40 там, да? Да. Не было еще пока. Не было еще, да? То есть вот этого «принесите мне другое кофе», оно не слишком черное. Пока еще нет. Ну, вот по поводу этого сериала, да, допустим, Вера узнает. Меня там по поводу других работ узнавали, да, было. Но чего-то такого сверхъестественного. На самом деле ничего не меняется. Нельзя сказать. Вот ничего не меняется абсолютно. Ну, то есть, как бы, да, тебя узнали, да? Ну, тебя там взяли автограф, да. Это безумно приятно, конечно. Это заряжает позитивом. Это, ну, это, это меняет настроение в лучшую сторону всегда. Когда этого немного, а этого пока немного. Лично вот за себя могу сказать, у меня этого немного. Меня несколько раз узнавали, да, по поводу моих предыдущих работ, да, потому как в данном сериале у меня совсем крошечная роль. Раньше у меня были работы, да, меня узнавали. Но не могу сказать, что это прям что-то... А, все! Я звезда. Нет, этого нет. То есть этого момента пока еще не было? Так его и не будет, наверное. Тут, опять же, это помимо театрального актерского воспитания, нас же и общечеловеческим нормам в театральном вузе воспитывают. Мы когда выпускались... Вы вместе учились. Мы учились на разных курсах, но в одном театральном институте. Театральный институт им не еще. Когда я выпускалась, тогда я выпускалась, мы выпускались. Когда я выпускалась с нашим курсом, один из педагогов, который у нас преподавал, Родион Юрьевич Овчинников, сказал нам такую вещь. После выпуска вы можете быть, как хотите, хорошими актерами, плохими актерами. Вы обязаны всегда оставаться хорошими людьми. Поэтому это самое важное, что вкладывают в театральном институте. Потому что там не столько, точнее, не не столько, а... Не только. Не только, да. Там идет общечеловеческое развитие. Общечеловеческое воспитание, помимо театрального... В актерах много случайных людей? В актерской среде. Как в любой профессии, да. Но, опять же, если брать, допустим, в расчет театр, то нет. Нет. Их, если и есть, то единицы. Если брать кино, то, да, к сожалению, достаточно много. Такой вопрос. Раньше советские фильмы учили любить Родину, уважать родных, близких, ценить дружбу, чтить свою историю. Чему сейчас фильмы нашего поколения, вот, 21 века учат? Вот на ваш взгляд. К сожалению, фильмов, которые в наше время учат, осталось единицы, которые можно перечитать по пальцам. Их очень мало. Например? Из телесериалов, из которых, которые я лично видел, которые для меня... Не буду никому, конечно, делать... Ну, это действительно очень хорошие картины, которые меня впечатлили и чему-то научили. Это жизнь и приключения Мишки и Пончика. Это ликвидация. Это оттепель, в конце концов. Прекрасные сериалы, если брать касаемо сериалов, если брать касаемо художественных фильмов, то это гениальная работа Константина Хабенского в картине «Географ Глобус Пропел». Потрясающий фильм и... А вот такой вопрос. Если бы в наше время сейчас в сериалах снималась Орлова, да, известная актриса, вот как вы думаете, если бы она снялась в сериалах, она бы осталась в памяти людей? Возможно. На самом деле, сейчас тоже есть сериалы, которые можно смотреть... Любую картину можно смотреть поверхностно. Посмотрел, ну, понравилось, понравилось. В любом сериале, в любой картине каждый человек, как каждый актер, каждый режиссер вносит что-то свое, так же и каждый человек может принять, получить, подумать над чем-то своим в любом сериале. Просто сериал-сериал-рознь. Мы сейчас сказали, да, о Любови Орловой. Зачем далеко ходить за примером? Вячеслав Тихонов. «17 дневни весны» — это же сериал. Сериал-сериал-рознь. Вот и все. Поэтому, да, даже сериалы... У нас сейчас есть хорошие сериалы. Их единицы, но они есть. И поэтому я считаю, что многие наши актеры сериальные, в том числе, останутся в памяти. Тот же Константин Хабенский. У него полно шикарных сериальных ролей. Ну, вот, кстати, о сериалах. Сейчас, переключая каналы, даже не вдумываясь в содержание особо, если ты переключаешь с одного канала на другой и продолжаешь смотреть сериал на другом канале, то, в принципе, ты не теряешь линии общей серии. Вот вы не боитесь остаться в сериалах? Я не боюсь. У меня вообще так сложилось, что у меня на самом деле нет такого, что я снимался чисто в сериалах. Меня чаще зовут на пробы в полнометражное кино. И у меня есть роли в полнометражных фильмах. То есть это комедия, допустим, из не так давно вышедших. Это комедия «Бармен» с Виталием Гагунским, «Артпикчерс», с Иваном Ивановичем Хлобыстиным, с Юрием Николаевичем Стояновым. Это картина для кинотавра Михаила Сегала. Кино про Алексеева, фестивальное кино. То есть нет страха. На самом деле мы не в Голливуде. Это в Голливуде есть очень четкая система. Система ранжирования определенного, где есть сериальные актеры. Есть актеры сериальные низшего уровня, среднего, высшего уровня. То есть там есть четкие категории. И сериальный актер никогда не попадет в блокбастер. В принципе. Потому что он уже там. У нас этого нет. У нас актеры снимаются и там, и там. Вопрос в том, насколько тебя любит зритель, настолько тебя будут. На самом деле для нас, актеров, для меня, как для актрисы, важно не столько, а останусь я в сериале, или я пойду куда-то дальше, в прокатное кино. Для меня, как для актрисы, важно сыграть разные роли. Вот это очень хочется. Очень хочется в другой жанр. Очень хочется в другом характере себя попробовать. То есть вот это важнее, чем сериал или не сериал. Упомянули премию. Вот на ваш взгляд, премия — это что? Это признание общее, или же это мирила успеха, которая впоследствии позволяет, может быть, лучше продавать фильмы? Ну, несомненно, да. Это делает определенный рейтинг кинорежиссеру, и, соответственно, привлекает внимание к его персоне. Да, несомненно. Но, в первую очередь, это признание, но признание не зрителям, а признание такими же профессионалами. Когда тебя признают другие режиссеры, как режиссера, и актера, исполнившего главную роль, допустим, признают как актера лучшего, признает не зритель. Потому что у каждого актера есть зритель, который его любит, и зритель, который его терпеть не может, это норма. Потому что ты не можешь нравиться всем, ты не сто долларов. Хорошо. Поэтому это, несомненно... Тогда вопрос. По отдельности. У Михалкова снятся. Вот все актеры... Это предложение? Нет, это вопрос. Вот бытует мнение, что все актеры в России хотят сниматься у Михалкова. Так ли это? Многие актеры хотят, просто потому что Михалков безумно точечно работает... Вообще актеры хотят сниматься у очень хороших режиссеров, которые из любого актера будут вытягивать именно то, что он видит, то, что ему нужно, и то, что даже актер сам может быть в себе и не знает, что в нем это есть. Поэтому, конечно, все актеры мечтают сниматься у хороших режиссеров. Вы хотите? Хочу. А вы константливы? Говоря честно и откровенно, я могу сказать не только за себя, а за многих актеров. Почему? Да. Потому что Никита Сергеевич, он режиссер достаточно большой, с большой буквы, с большим прошлым, и я не сомневаюсь, что с большим будущим. И настоящим, несомненно. и попасть к такому режиссеру для любого актера, это шаг на пути к большому, серьезному, хорошему будущему. Шаг к успеху. Это человек, который покажет тебе дорогу. Если тебя заметил, Никита Сергеевич, значит, значит, ты поймал птицу удачи за хвост. Как минимум. Потому что дальше на тебя начнут обращать внимание, ну, в той или иной степени, но тем не менее. Потому как его фильмы и его персона всегда пользуются и пользовались, и будут пользоваться определенным вниманием. Что же касаемо конкретных режиссеров, у кого бы я хотел сняться из наших режиссеров, на первом месте для меня стоит Алексей Учитель. Режиссер таких фильмов, как «Восьмерка», допустим, гениальный фильм. Если не смотрели, всем советую посмотреть. Это про девяностые, про пацанов. Но очень точно передана атмосфера, и мне очень нравится, очень видно видна режиссерская рука, почерк, очень четкий, и мне он очень близок, наверное. Я не знаю, мне бы очень хотелось, я никогда с этим человеком не общался, не был знаком, и на пробах у него не был, к сожалению. А вы можете позвонить ему и сказать, здравствуйте, я Константин, я хочу у вас сниматься. Если бы это было так просто, я бы давно это сделал. Это невозможно. То есть, в силу определенных причин. Это не принято так, или это... Это в принципе невозможно. Ну, во-первых, актер никогда не продает себя сам. Сам. У актера всегда есть агент, который звонит вместо него и предлагает, говорит, у меня есть такой... А может быть, в этом вся и проблема, что актер отдает все своему директору, администратору? А вы представляете, как бы вообще выглядела жизнь актера, если бы он просто вот так вот взял бы список всех режиссеров, это же... И как бы выглядела жизнь режиссера, если бы каждый актер не назвал? Я вам скажу просто пример в параллель. Известному актеру пишет поклонник и говорит, скажите, ну что вам, так сложно мне написать привет или поставить, я не знаю, лайк на мою фотографию? Или прислать мне автограф? Да нет, конечно, не сложно. Но я один, а вы не один. Это вам кажется, что вы один мне написали. А вас написало 10 тысяч человек. Режиссеров так же. И у режиссеров так же. Актеров миллион. А режиссеров хороших немного. Таких, как Алексей Учитель, таких, как Никита Сергеевич Михалков. Их немного. И к ним попасть хотят многие. Вопрос в том, что... Ну и что, и позвоню я. Меня никто всерьез не воспримет и дальше воспринимать не будет, даже если я попаду через агента. Вопрос в том, что у нас, к сожалению, опять же, в стране, в отличие от американской системы, институт актерских агентств и агентов не развит. Он развит очень плохо. И когда он наберет нужные обороты, скажем так, это очень-очень большой вопрос. В общем, тяжелая неказиста, жизнь российского артиста. Вы уже погуляли по городу, давно не были. Константин первый раз в Архангельске? Я, да, я впервые в Архангельске. Спасибо за гостеприимство этому городу. Я вообще, в принципе, на севере никогда не был, хотя я сам по себе сибиряк, но я с западной Сибири. Тогда вопрос. Вот Вера давно не была. Вы первый раз прогулялись, посмотрели. Какой фильм можно снять здесь, не меняя ничего, а прямо вот в тех условиях, в тех картинках, которые есть у нас в городе? Я сразу вчера Вере предложил, говорю, слушай, давай, говорю, прикольно было бы, если бы здесь снимали фильм, приехать на полгода сюда и сниматься что-нибудь про моряков, про какой-нибудь баркас, что-нибудь такое. Это, по-моему, не осталось. Про ледокол, я вчера думал. Это клево, это интересно, это можно очень крутую историю замутить. Ну, правда, что-нибудь о любви, несомненно. Это будет сериал? Нет, почему? Это может быть полный метр. И это даже может быть интереснее, если это будет полный метр. Вопрос в том, что у нас все-таки в стране... Здесь можно снять, на самом деле, какой-нибудь старинный фильм. Тут вопрос целей. Если тот, кто решит снимать этот фильм, преследует цель заработать, то это, несомненно, должен быть сериал. Потому что фильмы у нас, к сожалению, не окупаются в большинстве своем. А почему же, если это будет прокатное кино? Прокатное кино тоже. Блокбастер. Как мы можем... А что, давайте снимем блокбастер в Архангельце. Мы можем проследить. И блокбастеры у нас, к сожалению, не окупаются, а даже работают в убыток себе. У нас просто здесь есть деревянные мосточки, можно там как-нибудь там... Отламывает мосточек, Ну, скажем так, вот такая история с кораблем какая-нибудь интересная. Я думаю, что да, было бы очень круто. На самом деле это... А вообще, какое впечатление город оставляет в вашем сердце, в вашей душе? Я детство провел в Кемеровской области в небольшом шахтерском городке. У нас маленький городок, но такой он достаточно ухоженный. И рядом есть большой город, город Металлургов, Новокузнецк, в котором я тоже достаточно большой промежуток времени в своей жизни провел. Я приехал, и мы ехали от вокзала в такси. Я посмотрел, проехали буквально три минуты. Я говорю, господи, я же явно в Новокузнецке. Просто копия. Потому как, вот, наверное, все-таки города провинциальные, в отличие от столицы нашей, они так или иначе многие похожи. Мне до боли напомнило это Новокузнецк. Правда. И какая-то ностальгия в этом есть. Для меня. Потому как в Новокузнецке я тоже не был уже порядка трех лет. вот, и попадаю на родину к себе. Я сейчас поймала себя на мысли, что помимо того, что я здесь провела детство, ну и что у меня все равно родной город, я, конечно же, там хожу и смотрю, ой, а здесь было то, а здесь было то. Мы вчера еще пошли смотреть на ледокол, ой, на ледоход. И какое-то такое ощущение немножко от Архангельска остается такое, сейчас я попытаюсь поймать это слово, жизни вдохновляющее, что ли, какое-то. Ну вот это вот природное явление, оно оставляет такое очень неизгладимое впечатление в душе. Я прям забыла, как это выглядит. Мне так это понравилось. У нас, к сожалению, в последнее время очень часто говорят о том, что молодежь уезжает, здесь, значит, предприятия закрываются и прочее, прочее. Вот вы приехали в город. Вот есть такое впечатление, что убегает народ там с вещами и монатками? Что убегает народ с вещами? Нет, но я сегодня действительно заметил, вернее, не даст соврать, я сказал, слушай, очень много пожилых людей и практически нет молодежи. Я тебе объясню, почему. Я действительно очень много пожилых людей сегодня видел, когда мы гуляли, и очень мало молодежи. Есть для меня какое-то определенное понимание в этом, да, почему так происходит. Ну, в стране кризис, и с моей родиной ребята тоже бегут, потому что все хотят, все бегут за лучшей жизнью, все хотят чего-то добиться, и понимают, что в условиях кризиса заработать можно где? В столице. Наверное, так. Может быть, а может быть просто потому, что на фоне Москвы, в Москве вот просто ты идешь, и там просто молодые, 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 там от 15 до 40, молодежь стремится в центр, это правда. Москва-то не резиновая. Москва не резиновая, но и не лопнет. Хорошо. Ну, коль скоро заговорили про кризис, кризис, политика, все это, наверное, очень связано. На вас кризис как-то отражается? На актерах вообще всегда отражается. Лично на нас? Да. Сниматься меньше стали, платить меньше стали, задерживать зарплату стали. Порядка 50-70 процентов проектов просто заморожены. Очень много проектов, которые в прошлом году начинали, утверждали, начинали уже там две недели, уже прошло, заморозили. Заморожены проекты. Очень много. Есть проекты, с которых не доплатили до сих пор. Да, вот я с одного проекта жду уже больше полгода гонорар. Есть такое. Куда идет наш кинематограф? Код кино объявлен. Я надеюсь, что он идет вверх. Я искренне на это надеюсь, потому что все-таки это наша профессия, это наш, как бы это кощунственно не звучало, наш хлеб, но это правда. Это наша работа. Хотя, как говорят, что мы творцы, мы должны работать за идею. Мы действительно работаем за идею. Когда я разбираю свою роль, я хочу оправдать своего героя. Это, в принципе, по нормам моей профессии так должно быть. Каждый актер, адвокат своей роли. И я ищу что-то. Я хочу сделать ее максимально хорошей и интересной. Просто хочется, чтобы было что искать. Но при этом, да, хочется, чтобы и материал был интересным. А чтобы был материал интересным, нужно, чтобы в это вкладывались определенные средства. Но вот нет опасений, что этот кризис может не убить кинематограф, но сильно подкосить его? Не убьет. В 90-е же не убил. В 90-е не убил. В 2008 году, тоже говорят, был очень хороший кризис. Ну, как в смысле хорошие? Ну, не так. Сильный. В кавычках. Да, да. Тоже, нет, тоже замораживались проекты, тоже там уже какие-то предсъемочные периоды проходили. И тоже там актеры доходили от утверждения, все это потом снимали. В 90-е снимали мало и очень плохо. Ну, в 90-е действительно снимали мало и очень плохо. Но при этом мы потом, после кризиса, потихонечку, помаленечку, наш кинематограф вышел на очень серьезный уровень. Это действительно так, это факт, это можно проследить просто по картинам, по их качеству и количеству. Многие актеры сейчас, актеры, артисты, спортсмены уходят в политику. У вас нет такого желания? Нет. Абсолютно нет. Нет. Я очень далека от политики. Я ее вообще боюсь. Это как сказал знаменитый голливудский актер Гарри Олдман. Гарри, по-моему. Гарри. Гарри Олдман. Про баскетболистов. А, да. Есть замечательное видео, если не видели, можете посмотреть, когда он на баскетбольной площадке с мячом в руках и говорит, я профессиональный актер. Я оттачиваю оттачиваю свое мастерство всю свою жизнь. Я всю свою жизнь собственно этому посвятил. Я постоянно занимаюсь самообразованием, саморазвитием. Почему вы баскетболисты лезете и отбираете мой хлеб? Я же не лезу в профессиональный баскетбол. Собственно, у каждого есть свое дело. Я актер. Я не собираюсь лезть в политику, у меня нет этого интереса даже. Может быть, пока. Пока я рассуждаю так. Я не знаю, что будет в будущем и к чему я приду. Это просто наше личное предпочтение, что я тоже, например, я боюсь политику, и я практически ничего в этом не понимаю. Но есть хорошие актеры, которые идут в политику, но если человеку есть что привнести, если у него есть идеи, вот как Маша Кожевникова, она прекрасно, причем я видела ее интервью, она прекрасно в этом плавает, она прекрасно в этом разбирается, она знает, что привнести и как это сделать. Ну, если у человека в этом есть талант, ну, я не чувствую это. При этом у меня, допустим, еще много чего недосказано в плане актерской профессии. Как правильно говорят, если тебе нечего сказать, помолчи. А если тебе есть что сказать, говори. Ну, мне, мы же для чего в принципе играем, для чего актеры что-то делают. Для того, мы же пытаемся донести через своих персонажей, через своих героев какую-то мысль. И хочется, чтобы эти персонажи были такие, чтобы можно было свою мысль в них поселить и донести ее до зрителя. Сказать, потому что у меня есть что сказать зрителю, у меня есть что сказать миру этому. Чем поделиться? Тем, что у меня внутри. Хорошо. Я вот вижу, на часы сейчас посмотрел, Оля, да, мы уже и так много написали. Я так прервался немножко. Нас не слушают. Там спят уже? Нет, да. Ну, видимо, что-то будут резать. В завершении... Я ничего не хочу резать, оставим все, надеюсь. Ну, я так, на всякий случай. В завершении, даже предпоследний вопрос. Вот, предположим, ну, так случилось. Вы становитесь руководителем города Архангельска. первое впечатление у вас уже есть внешне, да? Что бы вы изменили в этом городе? Начнем, наверное, с Веры, потому что она долгое время жила здесь и хотелось бы узнать, что? Я сегодня увидела, что бы я изменила. Я бы изменила вот на улице, к сожалению, это Архангелогородцы к вам. Вы очень много курите. Очень много, как это называется, бучки? Окурки. Окурки, да, извините. Вот их очень много на земле. Это как-то, ну, не очень приятно. Я бы, наверное, какие-то, как вот у нас на Троицком, там есть напротив драмтеатра, очень дома, я знаю, что они старые, но они очень красиво покрашены, и они прям, я первый раз их увидела вот в таком виде, очень здорово смотрятся, очень свежо, очень живо и очень прям как-то настроенчески. Вот я бы хотела, чтобы весь Архангельск был такой. То есть раскрасить весь Архангельск? Так, Константин, ой, я же не руководитель, не политик, сейчас наговорю ерундой всякой. Нет, на самом деле, решил бы вопрос с ветхим жильем и расселением людей, потому что я вижу, что этот вопрос достаточно актуален, и я думаю, что он остро стоит в Архангельске, потому как, как по всей России, во-первых, потому как на центральных улицах, и мне довелось заглянуть на задворки города уже. Я, честно говоря, я не то, чтобы не понимаю, мне очень жаль людей, которые живут в таких ужасных условиях. И, конечно, мне хотелось бы этим людям как-то помочь. Будь я мэром Архангельска, наверное, меня бы убили, конечно, очень быстро. Я шучу. Не надо это вставлять, это надо вырезать. Будь я мэром Архангельска, конечно, наверное, бы в первую очередь я занялся вопросом ветхого жилья, расселения людей в более комфортные условия. Какой-то такой хорошую стройку затеял. Хорошую, хорошую. Большую. Большую стройку, но не долгострой. Большую, качественную и быструю. Но здесь я смотрю, что-то строится. то есть, но опять же, но качественную. Потому что, ну, люди должны, в принципе, мы все платим налоги, мы все налогоплательщики. Мы должны все жить в комфортных условиях. И, ну, и несомненно, так как я сам являюсь водителем, я обратил бы внимание очень острое на проблему автодорог. Дороги, ветхое жилье. Да, наверное. Раскрасить весь город. Как девочка ответила. Я жесткий. А я жесткий. Это, собственно говоря, и нормально для каждого человека. Меня второй раз будут ждать в Архангельске. Я надеюсь. Ну что ж, вот на такой, я надеюсь, позитивной ноте мы заканчиваем наш эфир. Спасибо, что смотрели. С вами был Сергей Пономарев и Вера Житницкая, и Константин Соколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова